Вопрос. Я проживаю в Джиде и уезжаю в Лондон на 8 дней. Моя поездка связана с участием в практических курсах, которые необходимы для сдачи международных экзаменов. Время курсов за 4 часа до разговения и до закатной молитвы. Они требуют сосредоточенности и практической медицинской тренировки. Могу ли я разговляться? Ответ. Хвала Аллаху. Разговляйтесь, пока не покинете строение города. Дозволение разговляться днем соответствует Мазхабу Ахмада, а также мнению Ащаби, Исхака и Дауда. И это мнение является верным. Большинство же ученых считает, что тот, кто отправляется в путь днем, не может разговляться в этот день. Ибн Кудамада помилует его Аллах, разъясняя доводы верного мнения, сказал, сообщается от Убаида ибн Джабира, «Я сел на корабль из Фустата вместе с Абубасрой Аль-Гифари. Было это в Рамадан. Мы отправились в путь, а потом настало время обеда. Мы даже не отдалились от домов, а он приказал принести трапезу и сказал, приблизься и откушай со мной. Я сказал, разве ты не видишь дома? Абубаср ответил, разве тебе не нравится сунна посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям? И начал есть. Если это предание достоверно, то нельзя разговляться, пока дома и селения города останутся позади. То есть они должны быть пройдены и оставлены за спиной. Аль-Хасан сказал, человек может разговеться дома, если пожелает, в тот день, когда выезжает в путь. Подобные слова передаются и от Аты. Ибн Абдельбар сказал, мнение Аль-Хасана отвергаемое. Никто не может разговляться в Рамадан, если он не в пути. На это не указывают ни доказательства из откровения, ни рациональные доказательства. Но от Аль-Хасана передается противоположное этому мнение. Второе. Если путник планирует оставаться в стране или городе более четырех дней, то он становится подобен жителю этой страны в отношении и установлении шариата, как гласит мнение большинства маликитов, шафиитов и хамбалитов. Поэтому он, так же, как и местный житель, должен поститься и совершать молитву без сокращений. Ибн Кудама, да помилует его Аллах, сказал, слова «Если путник намеревается оставаться в городе более чем на двадцать одну молитву, то он совершает молитву полностью». Известно от Ахмада, да помилует его Аллах, что срок, после которого путник уже должен совершать молитвы полностью, наступает тогда, когда он намеревается оставаться в одном месте более чем на двадцать одну молитву. Это мнение передали Аль-Асрам, Аль-Маррузи и другие. Также от него передается, что если путник намеревается пребывать в городе более четырех дней, то он совершает молитву полностью, а если менее, то сокращает ее. Таково мнение Малика, Аш-Шафи'и и Абу-Таура. В фетвах постоянного комитета сказано, путь, из-за которого путник получает разрешение и облегчение, рухса, в пути, это путь, который обычно считается путешествием. Подобный путь примерно равен восьмидесяти километрам. Если человек намеревается уехать на такое расстояние или более, то он может использовать те рухса, которые дозволены использовать путнику. Протирать хуфы в течение трех суток, сокращать и соединять молитвы и разговляться в Рамадан. Если этот путник решил оставаться в одном месте более четырех дней, то ему уже нельзя пользоваться облегчениями путника. Если же он запланировал остаться четыре дня или меньше, то можно. Если путник проживает в каком-то городе или стране, и не знает, когда он точно уедет, и когда у него возникнет необходимость уехать, то есть если время пребывания в городе не запланировано, то он продолжает пользоваться облегчениями путника, даже если он останется в этом городе долго. эти положения касаются любого путешествия по суше и по морю поэтому если вы намереваетесь пребывать в лондоне восемь дней то вам уже нельзя сокращать молитву или разговляться в рамадан в течение этого времени те трудности которые вы упомянули это что вам необходимо сосредоточиться не являются причинами из-за которых можно разговляться для дополнительной информации обратитесь к ответам номер сто тридцать две тысячи четыреста тридцать восемь и номер сто сорок одна тысяча шестьсот сорок шесть Аллаху ведомо лучше